Сухие веточки и цветы, казалось бы, засушенные воспоминания о лете. Образцы для ученых и нечто магическое для романтиков. В каждом из образцов неясная, но явно ощутимая красота. Кто-то действительно смотрит, ну что, ну травки засушены. А вот соответствующая подложка, соответствующее оформление, они уже играют. И у нас уже такой замечательный вещь. Вы думаете, а хорошо бы парочку таких картинок себе в интерьер. Вот, то есть очень многое зависит от того, как ты этот материал подаешь. Вот, потому что некоторые говорят, а трава что-то. На самом деле трава это очень интересно. Первые образцы поступили в музей в 1915 году. Их можно увидеть здесь на экспозиции. В 1920-е годы было создано Общество исследователей Рязанского края. Благодаря его участникам коллекция сильно пополнилась. 30-е годы прошлого века связаны с именем Николая Прозоровского, известного советского геоботаника и доктора наук. Вот они осоки, да, у них есть одинаковое название. Вот они осокоострые, вот один и тот же вид. Но они все разные. Они все собирались в разных местах, они имеют разный вид. Тем более, они определены Прозоровским Николаем Алексеевичем. Это ученик геоботаника Алёхина, который как раз и вывел правила предварения. Прозоровский, конечно, работает всесоюзным значением. Коллекция продолжала пополняться и в годы Великой Отечественной войны. Ученые используют для фиксации плотный картон формата А3, но в трудное время для образцов использовали любые подходящие материалы. Если присмотреться, некоторые экземпляры закреплены на картонных папках, обложках альбомов для рисования или простой бумаги. В 70-е годы основные пополнения были благодаря студентам педагогического университета. Для правильного оформления образца необходимо знать вид, рот растения и зафиксировать место сбора. Поэтому здесь на выставке можно увидеть настольные книги ботаников, с помощью которых определяется рот и вид растения. Всего в фондах Рязанского Кремля более 2000 листов с образцами растений, которые, надеемся, в скором времени вновь будут пополняться. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».